Оркестр русских народных инструментов Калейдоскоп под руководством Ольги Фоминой и Светланы Рудаковой создан в сентябре 2008 года на базе оркестра в двух детских музыкальных школ Москвы. В его копилке много побед на конкурсах как в Москве, так и за ее пределами. Кроме участия в конкурсах оркестр ведет активную концертную и просветительскую работу. В оркестре принимают участие выпускники школ прошлых лет, не ставшие профессиональными музыкантами, но уже не представляющими свою жизнь без музыки, без оркестра. И с каждым годом их количество увеличивается. Я играю в этом оркестре четыре года, на Домбре, на Льтовой Домбре. Мне очень нравится. Ну, Домбра, мне кажется, интересный народный инструмент русский. Очень интересный фестиваль. Я считаю, наступление было очень хорошо и все красиво играли. Ну, мой папа не русский и решил меня на русский народный инструмент отправить. Вот. Я играю на балалайке. Мне понравилась балалайка по своему составу. Мне понравились произведения, на которые можно играть на балалайке. Нам рассказывали, что это очень хороший фестиваль. И нам сказали, что мы обязательно должны все поехать. И я вот отложил все свои экзамены и обязательно сюда приехал. Лишь бы выступить. Фестиваль «Москва встречает друзей» впервые проходит в Московской области. Это самый масштабный проект Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Он проходит ежегодно с 2004 года на лучших концертных площадках Москвы. Концертной площадкой фестиваля в Московской области стала Видновская детская школа искусств. У нас это второе такое большое событие в городе в этом году уже в рамках мероприятий, проводимых правительством Московской области. И конкретно советникам губернатора Нармин Ширалиевой я хотел бы ей передать привет и особые слова благодарности за то, что наш город сейчас, благодаря поддержке правительства, уделяет достаточно большое внимание именно развитию культуры и искусства вот такого масштаба. Такие мероприятия делают наш мир добрее, лучше. И, конечно же, я уверен, что мы все после таких мероприятий будем одухотворенными, и наши дети смогут себя проявить. Для кого-то, может быть, это и первые выступления, и первые шаги в большое творчество. Все участники фестиваля – юные дарования до 18 лет. Представители разных регионов России, СНГ, стран Балтии и дальнего зарубежья. Это солисты, инструменталисты, вокалисты, танцевальные и хоровые коллективы, цирковые студии, художники, оркестры и дирижеры. Люблю принимать участие, потому что это очень интересно всегда. Всегда на сцене выступать – это какой-то опыт, опять же. Фестиваль призван расширить возможности профессионального творческого образования, выявить талантливых детей и помочь юным дарованиям в становлении. В этом году форум молодых талантов проходит под девизом «Настоящее будущее» и посвящен 70-летию Великой Победы. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.